18 января 1778 года английский мореплаватель Джеймс Кук открыл Гавайские острова, ранее сэндвичевые. Изначально он дал им такое название в честь первого лорда Адмиралтейства, изобретателя сэндвича. Именно здесь находится самый высокий в мире вулкан Мауна Кеа. Причем на его вершине располагаются обсерватории США, Европы и Азии, а также телескопы НАСА, которые изучают космическое пространство. На Гавайях можно найти пляжи черного и зеленого оттенка, уникальные острова и флоры, и фауны. Например, здесь обитает улыбающийся паук или паук-смайлик. Острова привлекают режиссеров. Здесь сняты культовые фильмы «Остаться в живых» и «Парк юртского периода». 18 января 1955 года родился Кевин Костнер. Американский киноактер, режиссер, обладатель премии «Оскар», «Золотой глобус». В юности будущий актер увлекался бейсболом и даже хотел заниматься этим видом спорта профессионально. Однако решил связать свою жизнь с финансами. Поступил в вуз на соответствующее отделение и закончил университет с красным дипломом. Но работать по профессии долго не смог. Сделал выбор в пользу Голливуда, куда и уехал, бросив все. В то время будущая звезда подрабатывала водителем грузовика, рыбаком и даже туристическим гидом. Первый успех ему принесла картина «Неприкасаемые». А после звездными стали работы в фильмах «Танцующий с волками», «Робин Гуд», «Водный мир», «Стелохранитель». Кевин увлекается музыкой и даже создал собственную кантри-группу. У Костнера большая семья, семеро детей. 18 января 1962 года родилась народная артистка Грузии и Российской Федерации Тамара Гверцители. В 7 лет начала учиться музыке. В начале 1970-х годов стала солисткой детского эстрадного ансамбля «Мзи Ури», в составе которого объездила с гастролями весь Советский Союз. Также выступала в 12 странах мира. В ее репертуаре есть песни более чем на 10 языках мира. Певица свободно говорит на английском, французском, итальянском, немного на иврите. И это не считая родных грузинского и русского. На первой свадьбе Тамары в Тбилиси побывала премьер-министр Британии Маргарет Тэтчер. Гверцители позже рассказывала, что для нее это было везением увидеть женщину, которой ей всегда хотелось подражать. Она лауреат многих премий, в том числе, награждена Орденом Почета. Виват, король, виват, виват, король! Покая ты не знай, без пушек, без солдат, своей игрой ты страны покорял.